В рейтинге уровня жизни регионов РФ лидируют по вполне понятным причинам Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Краснодарский край. А замыкают список уровня жизни и рейтинг уровня жизни депрессивные Республика Бурятия, Забайкальский край, Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область. Город Улан-Удэ уже на протяжении нескольких лет занимает последние строчки рейтинга городов России по комфортности среды проживания. BBC недавно посчитала коэффициент смертности, уровень смертности молодых мужчин на 10 тысяч человек. И Бурятия оказалась чемпионом. Бурятия заняла первое место в этом печальном рейтинге. И у нас 28,4% у Тувы. 27,7%. Шанс молодого человека из Бурятии погибнуть на войне в Украине превышает шанс молодого москвича в 100 раз. Можно долго об этом думать, почему буряты с таким упорством вырывают пальму первенства у других народов, потому что летом еще тувинцы опережали бурят по потерям. А буряты сейчас являются чемпионами в этом соревновании на звание самовыпилившегося народа Российской Федерации. Мне очень больно и горько осознавать, что наше будущее погибает сейчас на полях, заснеженных полях Украины, под Бахмутом, что люди идут туда слепо, погибают на этой преступной войне, и очень много людей в Бурятии не понимают, что нас просто используют как пешек в этой преступной игре, что наше будущее, наших мужчин бросают в топку, бросают в самое пекло в качестве пушечного мяса. За что? Я даже не говорю, что сейчас они погибают за дворцы Путина. Сейчас мы видим, что Россия проигрывает эту войну. Она ее проиграет рано или поздно. И Путин просто старается продолжить боевые действия как можно дольше. То есть для него поражение в войне означает конец всего. Возможно, смерть. Поэтому он ни за что не остановится. Но сколько должно погибнуть людей, сколько должно погибнуть молодых бурят, чтобы мы, наконец, поняли, что это не наша война? После начала объявления частичной, так называемой частичной мобилизации в сентябре прошлого года, мы, бурятская диаспора, бурятские диаспоры за пределами России, за рубежом, создали петицию на Change.org с требованием к Циденову, главе Республики Бурятия, сложить в себя полномочия и уйти. Естественно, мы понимаем, что наша петиция не подтолкнет его к этому решению, но для нас это повод объединить наши усилия и выразить наше отношение к происходящему. Я считаю, что сейчас пришло время к тому, чтобы мы снова вспомнили про эту петицию и возобновили сбор подписей. Я призываю всех, всех неравнодушных граждан Бурятии, всех, кто живёт в Бурятии или за её пределами, но считает, что необходимо положить конец этой бессмысленной бойне и вернуть наших людей в Бурятию, подписать это письмо, эту петицию на Change.org. Пожалуйста, я обращаюсь сейчас к жителям Бурятии. Я знаю, что наступит такой момент, когда вы поймёте, насколько вы ошибались. Я говорю, я обращаюсь сейчас к тем людям, которые сейчас поддерживают СВО. Что такое СВО? Как сказала недавно Надежда Низовкина, СВО – это сволочизм, и Путин хочет превратить нас всех в сволочей. Давайте скажем нет. Давайте всё-таки, всё-таки постараемся взглянуть правде в глаза, потому что этот момент наступит, и лучше, если вы увидите правду раньше, а не позже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...